Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект изучаем полка контроллеры и сегодня попробуем поработать со средой программирования кода SIS. Давайте создадим новый проект. Нажимаем здесь создать. Не будем сохранять изменения в прошлом полке. В настройке целевой платформы укажем тип нашего полка контроллера у нас будет полка контроллер PLC-100KM. Язык программирования у нас будет CFC. И давайте сегодня поработаем с часами реального времени. Часы реального времени встроены в наш полка контроллер. По инструкции к полка контроллеру PLC-100KM указано, что часы реального времени могут сохранять свое значение и работу в течение 6 месяцев после отключения подачи питания на полка контроллер. В том случае, если аккумулятор полностью заряжен, у нас часы реального времени в полка контроллер запитаны от внутреннего аккумулятора. Указано, что аккумулятор полностью заряжается в течение 5 часов. Если он полностью заряжен, то часы реального времени будут работать в течение 6 месяцев. Эта функция будет удобна, когда, допустим, нам нужно будет осуществлять какие-то операции по времени. И это даст нам возможность сохранять значение при отключении питания полка контроллера. Часы реального времени у нас будут работать. Для того, чтобы воспользоваться часами реального времени, нам нужно зайти в ресурсы, менеджер библиотек. И в библиотеках у нас должна быть вот такая библиотека. Ресурс LiveTime. Не знаю, как правильно произносить. Давайте пока ее удалим. Нажмем на нее левая кнопка мыши, затем правая кнопка мыши и выберем удалить. Удалить в выбранную библиотеку из списка. Да, удалить. Давайте теперь ее добавим. Нажмем здесь левая кнопка мыши. Затем нажимаем правую кнопку мыши, добавить библиотеку. Вот здесь мы можем выбрать путь, где находится наша библиотека. Ну, я уже тут выбрал. И среди библиотек найдем библиотеку. Вот она у нашей библиотека была. Вот она. И добавим ее. Нажмем на нее в два раза левую кнопку мыши. И вот она появилась у нас среди библиотек. Вот здесь мы можем посмотреть эту библиотеку. Давайте перейдем дальше к написанию программы. OU, PLC, PRG. И, наверное, зайдем сразу в справку. Справка. Содержание. И, наверное, зайдем дальше к нему. Вот здесь отображает содержание, содержание библиотеки Kudasys, системные библиотеки и вот это у нас библиотека SourceLiveTime. Вот обзор нашей библиотеки. Данная библиотека обеспечивает набор функциональных блоков для чтения системного времени. Вот у нас один из функциональных блоков. Этот функциональный блок дает текущее время локальной системы в микросекундах. И вот второй блок. Данный функциональный блок для текущее время и дату локальной системы в развернутом формате. Давайте воспользуемся наверно вот вторым блоком, потому что он включает в себя и первый блок. То есть там тоже можно посмотреть текущее время локальной системы в микросекундах. Давайте попробуем воспользоваться этой библиотекой. Выберем элемент, перенесем его на поле для написания программы, вставляем и здесь напишем. вот мы написали имя нашего или название нашего функционального блока. Давайте теперь присвоим ему имя, стираем знаки вопроса. Поскольку мы учимся, скажем здесь просто напишем английскую букву А. Щелкнем по пустому полю левой кнопкой мыши. И вот здесь такое окошечко для объявления переменных. Помогает нам объявить переменную. Здесь у нас уже указано имя, тип. ОК. Подтверждаем. Давайте теперь возьмем два входа. Проведем следующее соединение. Нажимаем левая кнопка мыши. Появился такой пунктирный прямоугольничек. Зажимаем левую кнопку мыши и введем туда, где мы хотим соединить. Здесь скажем, давайте объявим переменную А1. Щелкаем левую кнопку мыши по полю. И выберем тип нашей переменной. Вот имя А1, тип нашей переменной. Вот у нас пользовательские типы. И в пользовательских типах мы можем выбрать тип нашей переменной. Суставим 64. ОК. Теперь здесь обозначим переменную А2. Снова щелкаем по пустому полю левой кнопкой мыши. И выбираем тип нашей переменной. Вот это system time data. Система time data. С английским мне плохо, поэтому произношу как умеет. ОК. ОК. Давайте теперь посмотрим, проверим параметры связи. Line. Параметры связи. Я использую преобразователь USB в COM. Он у меня обозначен по-моему как COM1. Преобразователь USB в RS2032. Так как здесь вроде все нормально. ОК. Пробуем подключиться. Выбираем подключение. Программа была изменена загрузить новую программу. Да. И вот теперь смотрим. Вот наш функциональный блок. Вот мы присвоили ему имя А. Вот у нас system time. Time data. И попробуем нажать старт программы. Старт. И вот смотрим. У нас здесь появилось время. Вот оно у нас. Допустим, если мы откроем справку. Это вот у нас в текущее время локальная система в микросекундах. Структура system 64. Вот оно у нас это текущее время. Оно мы можем также посмотреть в справочнике. Допустим, вот структуру. Данная структура применяется для представления текущего времени локального компьютера в микросекундах. Младшая часть ВОФУ имеет. Вместе со старшей частью времени образует структуру размером 64 бита. Она используется функциональными блоками. Вот у нас. Вот это вот у нас будет. Младшая часть. Это старшая часть. Вот здесь у нас младшая часть. Старшая часть. Также мы можем посмотреть, что у нас отображает time data. И вот мы смотрим. Она будет отображать у нас год, месяц, день, час, время, суток, минуты, секунды, миллисекунды, день, недели. Переходим куда-то снизу и смотрим у нас здесь. Год пока указанный. Двухтысячный, месяц, первый день, первые часы, ноль, минуты, десять, секунды, пятьдесят семь. Что мы видим? Вот это время у нас не меняется. Здесь мы видим меняется, здесь не меняется. Секунды здесь у нас тоже не идут, миллисекунды тоже не идут. Допустим, если мы захотим воспользоваться этими значениями, нам нужно их наблюдать, иметь в динамическом виде. Не так, что вот они сейчас записаны и все. Нам нужно, чтобы они менялись так же, как время наработки. Давайте попробуем это сделать, пока отключимся. Выберем блок. Ну, скажем, давайте вставим вот здесь. Выберем вход. Нажимаем, допустим, еще выберем выход, нажимаем на него левую кнопку мыши, переносим на поле для написания программы и вставляем там, где нам нужно. Нажимаем на левую кнопку мыши, он вставляется. Давайте здесь сотрем слово End, напишем слово, так вот, следующее слово. Присвоить. И проведем следующее соединение. Здесь мы сотрем знаки вопроса, поставим ноль. Здесь стираем знаки вопроса и ставим, скажем так, перемена А1, точка, и выбираем вот ваши значения. Дальше еще один элемент. Тоже слово присвоить. И снова вход, выход. Здесь ноль. А1, точка, его старшее значение. И так нам нужно будет сделать 12 блоков. перемена А2, Здесь стираем знаки вопроса, перемена А2, точка, и вот так по порядку. Как они идут здесь, чтобы не путаться, так и выберем. Ольп函. Ольпо. Так. Ольпо. Продолжение следует... 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 Ну вот... Все выбрали... Давайте почитаем... Должно быть 12... Ну вот... 12 у нас уже обозначилось... это вот как раз мы сейчас с этим порядком и будем смотреть вот с этими обозначениями 12 давайте сейчас попробуем подключиться подключение да хочу загрузить только изменения вот у нас функциональный блок А здесь у нас сейчас видите появились все нули дальше нажимаем старт программы как были нули так и остались дальше смотрите что нам нужно будет сделать сейчас отключение нажимаем на этот функциональный блок левой кнопкой мыши он вот так выделился аппутинчиками дальше нажимаем правую кнопку мыши здесь вот у нас есть порядок порядок и порядок в конец перенесем этот функциональный блок по порядку в самый конец подключение да хочу загрузить только изменения и вот теперь видите мы тоже наблюдаем здесь вот как раз тот случай когда порядок имеет значение здесь мы имеем теперь изменения секунды минуты у нас будут изменяться часы день месяц год то есть все это мы можем наблюдать день недели шестой вот так же у нас отображается все перемены а1 а2 так миллисекунды почему-то пока не отображается хотя вот миллисекунды у нас есть чему-то не отображается давайте попробуем тоже поменять порядок здесь нажимаем вот у нас появился такой утирный прямоугольничек нажимаем на него правой кнопкой мыши порядок так ну ладно пока это оставим с этим я еще пока не разобрался включение вот здесь у нас секунды бегут вот минуты вот они минуты четырнадцать секунды ну вот таким образом мы можем сейчас пока пронаблюдать за часами реального времени потом мы их можем использовать в программе давайте наверно теперь уже в следующем видео напишем программку с помощью которой мы можем установить наше значение вот значение год месяц день минуты секунды день недели но это уже пожалуй сделаем в следующем видео и сейчас